Всем привет! Сегодняшний четверг я решил посвятить выполнению своих обещаний, которые давал своим зрителям и подписчикам. Итак, еще два обещания, которые я обещал, собираюсь сегодня исполнить. Я обещал одному из подписчиков показать простейший стробоскоп, а другому показать, как делается реле-поворота, очень просто. Транзисторов в этот раз я использовать не буду, и реле-поворота будет, так сказать, V1, версия без транзисторов. Для того, чтобы его сделать, конечно же, нужно реле и вот такой вот емкий конденсатор. Конденсатор лучше взять побольше емкостью и аккуратненько с помощью проводочков и паяльника все это дело взять и спаять вместе, чтобы выглядело это более-менее красиво. Например, вот так. Конструкция незамысловатая, просто катушечки припаян конденсатор. В названии ролика вы, наверное, заметили такую фразу. Все параллельно. Да, именно вот по такой схеме создано нехитрое устройство. Пока что здесь нет вот этого вот переменного резистора. Здесь есть у нас релюшка с катушкой, конденсатор и светодиодная матрица. Чтобы не тянуть кота за хвост, давайте продемонстрируем его работу. Получился этакий тикающий маячок. Но частота вспышек этого маячка отличается и от реле-поворота, и от стробоскопа. Для того, чтобы исправить эту оплошность, надо ввести недостающий пятый элемент. Это будет переменный резистор. Кто сможет подсчитать количество элементов, тому респект. Переменный резистор у меня на 10 кОм. Снабжен очень удобной рукояткой из винной пробки. И давайте посмотрим, как поведет себя наше реле-поворота, и как оно превратится в стробоскоп. Я включаю питание, и ручкой настройки регулирую частоту вспышек. Вот такой пулемет-стробоскоп без транзисторов. Штука мощная. Использовано питание 12 вольт. И самые доступные материалы. Мое реле, конечно, не 12-ти вольтовое. Оно под управлением 24. Я ничего с ним не делал. Просто это реле умудрилось сработать на 12 вольт. Его маркировку можете прочитать здесь. Откуда я его взял, я писал в предыдущих роликах. А на этом все. Пока. До следующих встреч.